Буэнос диэс, гайз. Нюклэс Анжелс is rising up in a screen again. And... Стоп. Какого хера я говорю по-английски, а? Буэнос диэс, перцы. Короче говоря, в прошлой серии мы с невъебенно потными... Фух... Мы катались с невъебенно потными копами. Я уже начинаю заговариваться, когда у меня встаёт в память эта картина, когда мы ищем укрытие в этом ебучем гольф-клубе. Кайф от того, что я сделал, был сравним с тем, как будто я испытал дичайший в своей жизни оргазм. Ну да ладно. Хорошее сравнение, у нас осталось ещё 4 гонки, и мы можем ехать драть этого чудика, на чём свет стоит. Так. Раз, два, три. Гонушки у нас пройдены. Давайте попробуем заехать с этим кудомер, чтобы потом даже не возвращаться, блядь. В ходу, Саныч. Стартанул не идеально, но в принципе срать. Главное не налажать в процессе. Заправка кофеиномом была произведена перед съёмками. Ах ты ж, блядь. Поэтому вроде как я сейчас должен работать чётче, чем обычно. Ну, сами понимаете, кофеином поднимает скорость реакции и так далее. Блядь, а такой крепкий кофе, как у меня? Ебаться, сраться, как поднимает. Главное не переборщить, иначе встанет сначала мотор, потом ляжет писюн. Потом придётся покупать ящик. И в доме будет играть музыка. Но ты её не услышишь! Блядь. Что за хуйню я несу? А, ладно. Мне главное сейчас ехать, особо не снижая среднюю скорость. Иначе мне пизда. Так, хуя о чём-то усрачке. Так, это, по-моему, выезд к автовокзалу, насколько я помню. Так, у меня уже Х4 набито. Я так думаю, что подготовка к батлу с Ронни будет ещё злее, чем подготовка к батлу с Джей Ви. Угу. Я примерно так траекторию и предсказывал, потому что я помню, что Толл находится аккурат вон там. Так, ну-ка, сколько мы заработаем? 6.39. Блядь, маловато. Держать среднюю скорость. 6.39. Бах! Блядь. Бэм! Блядь. Так же Дэха. Угу, увиден старт. Блядь, опасная поебня. 6.39 было, напомню. 7.19. Ускоряемся. Хорошо. Так, Саныч, главное не налажай. Я тебя умоляю. 4.14. 5.19. 7.14 было на прошлом чекпоинте. 7.09. Так, 7.09, так 7.09. До финиша нужно долететь. Главное, чтобы не на жопной тяге, когда мы остановимся в метре. Блядь, наверное, походу все к тому и идет. У меня всего лишь 7 секунд гандикапа. Блядь, вот тут и начинаются приколы. Нахер я в тоннель полез-то, блядь. Хотя вроде успеваю. Так, саныч ходу. А я еще и не кисло ускорился 8.5 секунд. Не советую, съедят. Так. Еще три гонушки. Кольцо. Попробуем заехать вот это вот выбывание. В каком-то из прошлых дублей я попытался, но... Something went wrong. Как говорят у нас в Британии. Ну, сейчас я вроде как более-менее вкатался. Тем более, покурил. Кофейку выпил крепенького. Заебись. Теперь можно просто вперчевать, на чем свет стоит. Тем более, у нас там есть волшебные две полоски. Нет, блядь, я не беременный и не бурундук. Просто на двух полосках. Болванчики. Очень любят перетормаживать, чтобы не въебаться в трафик. Не знаю, почему у них такая стратегия. Они предпочтут избежать аварии, чем снизить скорость. Нет, не так. Они предпочтут снизить скорость, чем въебаться. Типа, лучше мы оттормозимся, но мы не въебемся. Хотя иногда въебаться это необходимо. Если с попутным трафиком это не так заметно, то со встречным это очень хорошо видно. То, что АИ, например, вот так не сделает. Только в безвыходной ситуации, когда иных вариантов тупо нет. Так, и вот сейчас начинается самый тяжелый момент. Это выход на срезку. Тут надо очень точно ловить момент, иначе велик риск въебаться или вообще заехать не туда. Так, один поехал за мной, ну да ладно. Выебу нахуй. Немножко не то сделал, ну да ладно. И нас осталось трое. Так, кто там за мной висит, я что-то хуй пойму. Там только фара видать. Сейчас походу в близком контакте. Разберемся, что к чему. Да, контакт очень близкий. Это Ford GT. Процент, наверное, 90. Почти чисто, кстати, проскочил. Я удивлен. Я что, ездить научился под конец игры-то, а? Хотя, знаете, вот именно драйв-модель в МВ-шке для своего времени она была, конечно, крутой, но спустя 15 лет после выхода игры блин, немножко не торт. Вот честно вам скажу. Блядь, перетупил. Теперь это хуйня внеземная. Да, это GT-шка. А не, нихуя, это Carrera, по-моему. Турбоэс это. Ну и с этим пидором мне, походу, придется повоевать. Так, круг я затащил. Сейчас немножко подувеличим разрыв. У Астана, конечно, вот главное преимущество, то, что он охуенно стабилен. Как бы ты не пытался его развернуть, там еще что-то, он все равно останется на траектории. Во многом это заслуга полного привода. На заднем приводе такие вещи вытворять нереально. Ну, допустим, проходить шикану в полное с тапкой в полу, при этом тапок в пол, при этом машину абсолютно не несет. Она как будто прилипла к траектории. Но опять же, большая масса. В особенности большая масса спереди. Развесовка по осям, да, у него не идеальна. Это из-за того, что у него, блядь, на морде V12, сука. На морде огромный 12-цилиндровый мотор, хотя тут могу наврать. Я помню, что у Aston Martin Vantage было V12. Это стопудово. Вот насчет DB9 сходу не вспомню. Тут лучше, конечно, перетормозить. Главное, сейчас с ним не закуситься, потому что это будет крайне не вовремя. Ну вот опять. Он, сука, тупо прилипает к траектории. Большая масса, низкий клиренс и полный приют. Зарешал. Так. Не отходя от кассы, ебашим следующую. Поехали, нахуй. Так. Мерин, Галларда, Лотус и Астон. Ну что, поехали разъебывать. Недолго парилась старушка в высоковольтных проводах. Ее обугольную тушку нашли тимуровцы в кустах. Здесь очень опасный проход на самом деле. Потому что там к стенке прилипнуть как нихер делать. Потому что там всех этих маленьких отбойничков, хуенечков, там подобного говна. Ого-го. Вот просто навалом. Вот спрашивается, нахуй было делать обход. Она может было бы здорово срезать. Так, здесь можно и пришпориться. Правда, все равно придется оттормаживаться. Так, перчим, нахуй. Так, лотусу, походу, был сделан небольшой подарок. Так, мы продолжаем свой лютый хуярьебаш. Так, оказывается, с нами шкура каталась. Ну, Астон охуенно ускоряет. Единственное, что все равно на заднем мосту ему не подрессорены массы слишком много, в связи с чем он может буксануть на старте. Нужно очень точно ловить обороты. Ну, на самом деле, Астон это та машина, которая прощает многие ошибки пилотирования. По крайней мере, в игре. За ареал ничего сказать не могу, естественно, вещаю с дивана. Но в игре она ведет себя именно так. То есть, короче, нечто среднее между Галлардой и Мустангом. Вот именно идеальный баланс. Это скорость и масса Мустанга, ну, а также его стабильность напрямую. И вот эта вот некоторая юркость, присущая Галларда. то есть, в принципе, в прямых руках он ничем не будет уступать. Ну, той же Галларда, но при этом... но при этом им можно спокойно таранить уродов, раскидываях направо-налево, прямо как на Форд Мустанг. Вот то есть вообще не напрягаясь. Мустанг. Так. Где-то рядом, пидорок. Ага. 911 не отстает, сучка. Или это все-таки была GT-шка? Carrera GT в смысле. Так. Ну, в любом случае, рядом финиш. Мне уже как бы... Я вам запрещаю запрещать, мне срать. Хуяк. Хуяк. Вы слушали, маяк. Так. Дайте-ка посмотрю. Так. Последняя гоночка. Че там по таймингам? Уууу, блядь. Че я туплю? Поехали еще на гонку и пойдем сразу же драть босса. Не будем затягивать. Так. Истреблятор. Не, максимум это максимум. Три круга. Вы ебан... Да вы же, блядь, ебанулись. Четыре круга. Вы же, блядь, ебнутые. Максимум, максимум, максимум. Так, тут обе мы прошли. А пошло все в писю. Ну а то я теперь буду хотя бы примерно понимать. Единственное, что надо было ехать на синем астане. Да, он чуть хуже прокачен. Ну, на самом деле, он не будет таким стабильным. Вообще, по-хорошему, было бы флипнуть их цветами. Хотя бы так. И навешать барахлишко на более мощное ведро. Без мусоршмиттов, я думаю, не обойдется. Кто-то там выкинул кусок светофора. Че, не ждал, скотина? Я тоже водить умею, как ни странно. Ты тоже, конечно, хорош, но я все равно покруче буду. Ну и че, не пустишь меня? Я без мула в сроку влезу. О! Проснулись, блядь, когда мы уже успели съебать. одного из них есть в базе. Едавно он следовал назад. Мимо клуба Форест Грин. Внимание, экипажам в этом районе. Что еще известно? Описания объекта пока нет. Ждите... Да ну нахуй! Выза принят. Дельцы, похоже, интересны... Только не говоришь, что обойдется без мусоров. По крайней мере, для меня. В любом случае, мне сейчас надо втапливать. Вот просто втапливать. Потому что я что-то начал лажать, и вообще я еду четвертым. Когда я всю гонку, блядь, держался первым. Да съебись ты уже! Блядь! О! А вот это уже по мою душу. Странно, только почему... Нарушителей наблюдают. Похоже, что... Цивил Круизер. Так. Начинаю вагоню. Код 3. Код 3. Ну давай же, ведерко. Объект видели в последний раз. Он двигался на север. Через развязку Кандос. Код 6 сохранен. Свяжитесь с постом 2 для получения схемы оцепления. Бля, это было охуенно Тащилово, однако. Правда, теперь надо съебывать от двух десятков уродов. Все, он меня достал. Я сейчас протараню его. Пока, ублюдки. К тебе это тоже относится. Ебать там вереница, а! Как так-то, блядь? Спать нахуй! Блядь, вот... Не знаешь же, когда менты на ровном месте прилипают. Нашел, изиота. Так. Ветролет подключился. Ты че? Псиным? Ты шо, пёс? Охуив! Ну, кто бы сомневался, что я лезу прямо на заграждение. Я сейчас буду потеть. Вот я вам рассказывал. Я сейчас буду потеть. Потому что запахло X5. Да, это 22. Мы в вашем распоряжении. Теперь быстро добрались в коробочку и прижали этого пирата. Объехали за сомнажем на коленке. Продолжаем движение. Да поехали уже, блядь. Мы устроим заходу прямо по курсу. Гоните немного на нас. Он прорвался и продолжает ехать. У нас неприятности. Авария. Слышно? Сначала ничего не понял, а потом как понял. Внимание! Впереди туннель! Временно я не смогу вести наблюдение. Нам нужны носороги! Объект провелся! Только что видел объект. Иду за ним. Не удалось. Объект не остановился. Я не вижу его. Попробуй найти. Обнаружен объект. Свидетель наблюдал, как он... Готово дело. Перезразвязку Кенден. Начинается отзапиваться. Затащено. За 2.40 оторвался. Причем не нарвавшись на петерик. Впереди у тебя номер четвертый. Джей Ви. Его тут любят. Победишь, полюбят тебя. Но не тяни с этим. А то все решат, что ты трус. Ну, этим мы, наверное, займемся в следующей серии. Поэтому всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. До встречи.